Особое мнение на 101FM Добрый день, начинаем программу Особое мнение. Меня зовут Ксения Казакова. Напротив меня наш гость, депутат Кировской городской думы Владимир Журавлёв. Владимир Вениаминович, добрый день. Добрый день. Начнём с отставок. Эта неделя была щедра на отставке. Начнём, наверное, с такой... с отставки в областном правительстве сначала. Сначала, буквально вчера стало известно, что покидает свой пост министр энергетики ЖКХ Игорь Редькин. Его обязанности, как сообщает портал свой Кировский, перейдут временно одному из его замов. Редькин свой пост... на этом посту, вернее, проработал последние два года. И, собственно говоря, два года и самому министерству, но не так давно было образовано. Есть ли у вас предположение, почему Игорь Юрьевич пост свой покидает? Ну, я ведь и городской депутат, и поэтому... Но, тем не менее, вы в политике очень активны, поэтому я вас спрашиваю об этом. Но, насколько мне известно, в общем-то, по разговорам, по источникам, что он действительно покидает в связи со здоровьем. То есть, поэтому там никакой подоплеки политической нет, поэтому нет смысла, условно говоря, обсуждать. Хотя должность и важность этого поста очень, ну, она значима. Хочу сказать, что вся экономика начинается с энергетики, ну, из коммунального, куда ни коснись, это основа. Да. Вопросов очень много, и вот если брать пожелания, то однозначно нам нужно сюда тянуть высокие сети электрические для того, чтобы создать на рынке электричество региона, конкуренцию. Потому что сегодня, например, у нас вот в Свичинском районе, в одном из беднейших, да, Свичинский, Шабалинский, там цена за киловатт 7 рублей с копеечками, да? Ну, это недопустимо, в том числе для населения, там, большие тарифы. А уровень жизни, ну, никто не сочетается, и вот никто не слушает нашего президента, который прямо дает указания. Ребята, когда вы поднимаете тарифы, смотрите на показатели социально-экономических, на доходы. Поэтому... Вы кого-то на месте Редькина видите? Ну, вы знаете, к сожалению, депутаты городские не участвуют в формировании правительства областного, хотя я знаю, что там представители правительства, там, губернаторские структуры. Ваши предположения? Ну, у меня несколько конъюнктур. Единственное, хотелось бы, я знаю, что в энергетике у нас есть достойные, условно говоря, люди, которые профессиональные, компетентные. Ну, у меня целый есть спектр людей, которые могли бы этот пост занять. Я даже мог бы, например, раззвучить, есть там такие, как Константин Ахорзин, человек такой, в свое время горэлектросеть возглавлял, принципиальный, технарь стопроцентный, закончил имя этого имени Баумана. Сейчас на такой должности, например, не соответствующей его уровню. Есть там, условно говоря, люди, которые давно там имеют опыт областного правительства, например, Шишанов Александр Иванович. Ну, это мое личное мнение. Ну, и там еще спиток людей, которые сегодня, условно говоря, на вторых-третьих позициях, но достойны быть министрами. Ну, давайте перейдем к фигуре, которой вы уже непосредственно работали, которую вы знаете, к Владимиру Быкову. Вы были депутатом, его бытность главой города. Как вы к его отставке относитесь? Ну, понимаете, все же сейчас ждут не только отставки. Ну, в моем понимании, это мое личное мнение, это просто идет политическая рокировка. А что-то чего? Это связано с тем, что, представляете, или сейчас, условно говоря, задержать или арестовать господина Быкова, а это все к этому идет, я уже неоднократно об этом говорил. Или его с поста представителя ОЗС и с главы регионального отделения правящей партии «Одиная Россия», то это будет шум. Шум будет и так. И все понимают, я считаю, что эта федеральная власть пытается таким образом, ну, как бы, смягчить падение рейтингов шума, там, грома. Потому что, знаете, пресса, как Гаила, в том числе федеральная пресса, там, такие издания, как «Коммерсант», «Финансовая газета», что в Кировской области намечается большой шум и гром по поводу этого. Ну, действительно, после посадки одного человека, который в то время возглавлял область Белых Никиты Юрьевича, и за которым есть там шлейф целых вопросов, там не только вот то, за что его посадили. Он посадился, он, как бы, сел на ерунде. Там, у меня, например, как у депутата городского претензий к нему больше, там, и по водоводу, и по гостинице «Хилта», и по строительству Дворца Недоборств, и по строительству вот этого центра космического. Поэтому там есть вот такие закулисные игры, прохлеть им занимаются. А в то время взявлял город господин Быков, то есть и коррупция, когда мы говорили, что она как область была пронизана, так и город. И вот когда я... Ну, что-то изменилось в ЗАГС-собрании с его уходом? Да, конечно, нет. В городской думе, во-первых, что-то изменилось с его уходом, с изменением главы. Нет, в городской думе изменилось, но не с его уходом. Туда пришел господин Владыкин, это его ставленник. Хочу сказать, что рассматривалась фигура вторая, которую предлагал Быков, представляете, кого? Никулина Дмитрия Георгиевича, который взявил эту фракцию, а сейчас находится под домашним арестом. То есть мы понимаем, что наши слова о коррупции, они не просто так. Я считаю, Игорь Владимирович Васильев, когда пришел, наверное, не до конца разобрался, когда он зачистил полностью областного правительства. Хотя там некоторые его критиковали, что он у некоторых и деловых людей убрал, но он сделал правильно. Раз молчали, значит, вы к той коррупции, но он не коснулся города. Он не коснулся города, защищать нужно было и город в полном объеме. Что впоследствии в 17-м году сделали избиратели, когда фактически городская дума, ну она была там на 85% изменена. Мало того, ну пришли совершенно другие люди. Вот. Но зачем тогда было держать Быкова у ОЗС, у председателя, ну для меня непонятно, значит, ну не разобралось. Значит, советники не подсказали место. Все-таки изменится ли что-то в ОЗС? В ОЗС, ну я хочу сказать, что главный недостаток Быкова не в том, что он коррупционно все создавал, и там к нему претензий целая куча. Понимаете, это целый спектр. Вот я знаю, что будет ему предъявлено там не только по Парку Победы, но 4 эпизода, да? 4. А правоохранители обладают до 20 эпизодов. Так, погодите. Изменится ли что-то в ЗАГС собрании внутри? Во-первых, не будет. В структуре его работы. Будет ли, станет ли парламент снова местом для дискуссии? Я сделаю предположение, вот какое. Мы говорим, что точка роста, это всегда в любом проекте, это конкретно человек, который возглавляет. А у господина Быкова был самый главный недостаток. Это мы потеряли вот те 10-12 лет в своем развитии из-за нахождения его во главе власти. Главное его качество, что он тормоз многих процессов развития. Он генерал, знаете, как Родион Щедрин, про который говорил в свое время, да? Держи морда. То есть его задача, главное, не пущать, не давать никакой мысли. Вот я помню на городской думе в его созыве, когда он был главой города, я столько предлагал вещей, они не были направлены против кого-то, они были за развитие, но они не проходили, голосовали депутаты против, потому что это предлагал господин Журиев. Слушайте, ну это такой тупости, это надо вот к Родиону Щедрину. Кстати, такая, знаете, такая фантасмагория, когда господин Быков раздавал некоторым депутатам, там чиновникам на дни рождения книгу как раз о городе Глупове и так далее. Слушайте, вот просто фактически персонаж из той книги, которую можно его сравнить, нам раздавал эту книгу, но сам ее, похоже, не читал и не анализировал. Исходя из того, что вы сказали, то есть мы ждем в городе в области развития. Мы однозначно этого ждут не только депутаты, это ждут граждане. И самое главное вот это... Тогда неправильно сформулировала. Не ждем, а получим, вероятно, после ухода внешнего спикера. Сегодня это прерогатива, я думаю, определяет, ну, наверное, губернатор, прежде всего, у нас сегодня главный модератор процессов, это не секрет. Партия политическая «Единая Россия», она находится, ну, я считаю, что в определенном, в стагнации, в такой, знаете, в цейтноте, потому что когда они 9 апреля приняли решение о переназначении господина Быкова, когда уже уголовное дело, когда уже все это было раскачано, я считаю, что там просто болото, все заросло, или принципиальные люди по какой-то причине не смогли высказать, соответственно, это называется мертвая политическая ситуация в партии. Ее надо очищать. И, кстати, вот сейчас я вижу на федеральных ресурсах, ну, и по своим каналам из федерального правительства, я по-прежнему там, например, общаюсь, в том числе веду диалог с некоторыми руководителями «Единой России», вот с ее руководителем, нынешним политическим секретарем, Турчаком у меня есть канал. Вот, он очень возмущен этой ситуацией, и он вообще говорит, что нужно в «Единой России» разогнать весь президиум и весь политсовет «Единой России» и регионально наше кировское отделение, и они это сделают, зачистят, что пришли новые свежие люди, не запачканные, не запятнанные, вот в той ситуации. Считаю, это правильный. Я предлагаю прерваться, и уже поговорим про назначение. Это программа «Особое мнение», его сегодня высказывает Владимир Журавлев, депутат Городской думы. «Особое мнение» на 101FM Возвращаемся в студию, продолжаем программу «Особое мнение». Наш сегодняшний гость Владимир Журавлев. Начали обсуждать отставку Владимира Быкова. Сейчас я предлагаю поговорить про назначение. У нас уходит, тоже на этой неделе стало известно, что уходит со своего поста начальник департамента муниципальной собственности Елена Липунова. Уходит, как мы уже сказали, министр энергетики и ЖКХ Игорь Редькин. В пятницу ожидается, что покинет свой пост Владимир Быков. Я хочу поговорить про назначение в городской администрации. Вместо, значит, на образовавшееся вакантное место начальника департамента муниципальной собственности может быть назначен Вадим Токарев. Сейчас он занимает должность начальника отдела инвестиций и предупреждения банкротства в Министерстве имущественных отношений и инвестиционной политики. Вакантную должность, которая у нас некоторое время пока пустует, это заместитель главы администрации по вопросам муниципальной собственности и инвестициям, может занять Аслан Рызаев, это директор муниципального предприятия «Центральный рынок». Что вы по поводу этих кандидатур думаете и будете ли вы их поддерживать? Я так понимаю, что они будут вынесены на обсуждение городской думы. Да, совершенно верно. Ну вот, смотрите, действия последнего времени, буквально месяцев двух и трех, областная власть, губернатор, представитель правительства, вообще с начала года очень активно стали наблюдать за действиями господина Шульгина и за выступлениями городских депутатов активных. И вот я сегодня, это мое мнение, обсужденное там с моими коллегами, соратниками и так далее, оно выходит в то, скажите мне хотя бы одно достижение Шульгина, какой проект он реализовал успешно. Ну, по крайней мере, пусть с оговорками, но это прошло. К сожалению, там за последние два года таких успешных проектов нет в моем понимании. Мало того, что там у нас есть нарекания, у нас вот есть... Подождите, давайте про кандидатуру, которую я озвучил. По поводу кандидатур. Есть просто недоверие. И вот эти две кандидатуры, это стопроцентная креатура губернатора и представителя правительства области. Госпожа Липунова, человек вообще пол... он не дотягивал до этой должности. Это было изначально видно. Видели это депутаты. И после того, как ему... ну, была создана депутатская группа по как раз фактически работе вот в ДМС, но персонально я могу так это озвучить, это госпожа Липунова Лена Леидовна. То есть ее каких-то вот несуразностей, ее трактовки некоторых там вопросов, в том числе внутренней политики, устава города, федерального законодательства, ну, просто это вызывало сомнения. Ее позиция была, что депутаты мешают работать. Такая же, кстати, сегодня позиция есть у господина Шульгина. И губернатор мягонько-мягонько. Я считаю, что это готовится замена господина Шульгина. То есть нам уже ставят замов. Вы кандидатуру эти поддержите? Однозначно поддержим, потому что это губернатор сам взял ответственность, и себе представитель правительства взял на себя ответственность по этим кандидатурам. Мы их, честно говоря, не знаем. Они это как-то обозначили? Да. То есть это было обозначено как-то на комиссии? С депутатами это было обозначено. Поданы сигналы определенные. То есть мы услышали, что они несут персональную ответственность за этих двух людей. Мало того, у меня есть предположение, что вполне возможно, при готовящейся замене господина Шульгина, эти две кандидатуры, возможно, будут предложены впоследствии. Инициатива законодательно находится у губернатора нашей области. Возможно, кандидатура будет предложена на пост главы администрации. Вполне возможно. То есть это как бы те обе должности, они такие пристрелочные, понимаете? То есть они важные, чтобы человек мог въехать в дела. Понятно. Давайте к другой теме. Вы ее тоже, я так понимаю, обсуждали на комиссии. Это возможная передача акций акционерного общества Куприд в собственность области. У нас неделю назад в этой студии была ваша коллега Татьяна Веселова. Мы с ней этот же вопрос обсуждали. Но я так понимаю, что неделю назад еще каких-то деталей перехода не было известно. Сейчас они появились. То есть на каком основании, на каких условиях Куприд может перейти в собственность области. Я напомню, мы говорим о пакете в 64,4 акции. Совершенно верно. Вот это является следствием той же политики и высказанной вот в таких действиях губернатора и представителя правительства, главе действиям, главе администрации Шульгина. Почему идет передача? На каких условиях, да? На каких условиях? Это безвозмездная передача пакета вот этих акций области. То есть город не получит ничего? Ну вот давайте мы разделим некоторые, может быть, там, ну даже некоторые депутаты, некоторые там общественники, граждане, может быть, могут неправильно трактовать. Вообще город и область так-то карман один. Как в свое время сказала Маргарет Тетчер, нет денег государевых, есть деньги налогоплательщиков. И у нас даже в городе платят с налоги, часть идет в регион, в область, да, часть в город, а потом из области в город, условно говоря, по законодательным вот этим правилам получаем в виде дотации, в виде субвенции и так далее, да. Поэтому говорить, что это разные карманы, неправильно. А здесь чем связано? У депутатского корпуса и... Все равно Куприд приносил какую-то прибыль, он приносил дивиденды. То есть если он передается в область, соответственно, дивиденды уже город не получает. Ну, во-первых, смотрите, законодательно... Вот Куприд просто в свое время правительство области, ну, это года, я думаю, что там три назад, оно бездействовало. В качестве министерства экологии и министерства ЖКХ они бездействовали в плане того, что они должны были создать вот этого регионального оператора. А Куприд полтора года назад стал региональным оператором, о чем я говорю, по федеральному законодательству. Должен стать лицо хозяйственного субъекта, хозяйствующего субъекта региональным оператором. Это та организация, которая определяет тарифы, ну, то есть предлагает РСТ-тарифы, вырабатывает политику в сфере мусорных полигонов, порядка вывоза, вообще всей технологии. То есть это больше политический орган. Но область, областное определение на тот момент, там, два-три года назад, оно, помните, у нас Белых был задержан, Игорь Владимирович пришел, навалилась куча вопросов. То есть представитель правительства на тот момент, по-моему, Мищенко, они не разобрались в этом вопросе. Но, кстати, министром ЖКХ был господин Шульгин, он-то должен в этом был разобраться. И они не создали такого органа. И Куприд ведь чуть не продали, вы представляете? Ведь мы чуть его не продали, там уже были, даже он в программе приоритетизации, господином Перескоковым старая администрация включен, против чего, например, я лично голосовал и говорил, что это на тот момент могли претендовать только две организации, которые могли стать региональным оператором. И сегодня сложилась такая коллизия. Первое, это Куприд, который имеет промышленный полигон, он нам важен, и он приносил деньги. В 2016 году, насколько я понимаю, это еще до этого, он, по-моему, даже прибыль получил 48 миллионов рублей. И мы там получили в бюджет города порядка, там, 15-20 миллионов, там, цифры уточнить. То есть это корова, которая... Это мы говорим про полигон или уже про регионального оператора? Это я про полигон и про Куприд. Но впоследствии он стал оператором, это разные функции. Но сегодня я бы отразделил вопрос Куприд, в том числе это хозяйствующий субъект, имеющий промышленный полигон для промышленных отходов. А второе, это вот так сложилось, и мы молодцы, что как бы зацепились за это. Мы получили его как регионального оператора. И сегодня это дилемма. И в данном случае можно было бы прийти с области и создать другое лицо, новое. А, условно говоря, Куприд бы отказался, как муниципальное контролируемое предприятие, от регионального. Область могла бы и создать. Но когда сегодня, нам нужно быстро решать вопрос. Потому что сама реформа идет с пробуксовкой, не решены вопросы эти, эти нет нормальных... Погодите, у меня по Куприду много вопросов. Я все-таки пытаюсь понять, условия какие, на каких условиях? На безвозмездные условия. То есть в акции передаем пакет 64,4 процента области безвозмездно. Такое возможно законодательно. Для того, чтобы вывести из управления господина Шульгина этот вопрос, так как он не справляется с ним явно. И есть угрозы, в моем понимании, это мое мнение, мнение некоторых депутатов, что может вообще быть там приватизация или просто деньги выведены или каким-то образом. Как вот сегодня с АТП, какая-то кредитная нагрузка, возможно, появится. То есть неэффективные, так сказать, управленческие действия. Ну, смотрите, в СМИ есть информация, что будет, ну, каким-то способом, значит, область, там, может быть, на дороге, может быть, еще как-то передаст 100 миллионов рублей. Это что за история? Нет, об этой компенсации депутаты, конечно, задали вопрос. Ребята, ну, все равно, пусть это один карман, городской бюджет, областной. Давайте нам, ну, хотя бы какую-то компенсацию. Тем более у нас в бюджете сформировалась такая дырка. И у нас сегодня, мы стоим, наверное, перед дилеммой. У нас не было денег на уборку снега. Представляете? Погодите, 100 миллионов с ними что? То есть вот... Вот. И мы попросили, и область сказала, что решит вопрос, нам дополнительные субвенции 100 миллионов даст. Это не впрямую, это покупка этих акций, да? Но это компенсация, потому что это один субъект муниципальной власти, не связанный региональный. Мы передаем внутри власти. Народ от этого не теряет налогоплательщик. Но городской бюджет получает примерно в рамках 100 миллионов компенсацию на уборку снега на зиму, которых сегодня в бюджете города нет. То есть это будет направлено на уборку снега этой зимой? Конечно, конечно. Сколько город потеряет в дивидендах? Ну, я думаю, что 100 миллионов мы бы получали... Ну, сколько вот сегодня приносит купли? До того мы бы получали лет бы, ну, это примерно за 10 лет. А как стал региональный оператор там... Региональный оператор, знаете, больше расходов, чем доходов. Он сам себе денег, условно говоря, не зарабатывает. Ну, мы бы могли вообще там какую-то субсидиарку получать. Куплить сегодня как региональный оператор прибыльное предприятие? Ну, на сегодняшний день оно пока прибыльное из-за того, что не вступают в программу развития районных полигонов. То есть о чем я говорю? То есть там нужно сначала вложить, а условно говоря, окупаемость там намечается, ну, там в приближающиеся 10 лет она может быть не приближаться. И зачем это нужно субъекту федерации? Потому что мы ожидаем, нам без федеральных денег не освоить это. А область, спрительство области забирает к себе эти акции, делает программу и делает заявку в федеральный орган, что мы получили там уже 300-500 миллионов, может там больше, на то, чтобы создать вот эти полигоны, соответствующие современным сегодняшним стандартам и нормам. Просто была информация, что Куприд не приносит прибыли, убыточная. Ну, я считаю, то управление, которое при господине Шульгине вообще управляется... Нет, вы говорите, что оно прибыльное. Так оно все-таки прибыльное или убыточное? Господин Шульгин... Нет, вот за 9 месяцев мы еще не получили информацию. В 2018-м оно было прибыльным, но там еще не было вот этих вложений. Вы понимаете, самая главная претензия к господину Шульгину, смотрите, его кадры отпадают. Вот Леонтьев ушел, тот, который занимался этой реформой. Притом, он, представляете, ушел, заявив на конкурс, два конкурса подписав, которые сегодня у нас вызывают кучу нареканий. И поэтому у нас есть опасения, что и Куприд сегодня, если он из убыточного превращается в неубыточный, это как раз вот такие ушки торчат у нас, есть подозрения в коррупционности. И это предприятие можно утопить, можно кому-то там передать, можно продать. Кто-то получает выгоду, но не город, его налогоплательщики, не население. Уже есть понимание, кто будет курировать Куприд, если он перейдет в область, в какое министерство? Мало того, я знаю, кто возглавит Куприд, ну, по крайней мере, предварительно я разговаривал с министрами, с областными, вопрос тоже, но пока решения нет, я эту фамилию не озвучиваю, но это та фигура, которая... То есть руководство в Куприде сменится? Конечно, сменится однозначно. Директор будет назначен другой, этого человека мы поддержим, я считаю, что его одним из самых компетентных. Парадоксально, мало того, этот человек, которого Шульгин в свое время убрал как раз за честность и за принципиальность, и мы даже, мало того, некоторые депутаты брали этого человека, ходили, чтобы он его не увольнял. Представляете, его уволили за принципиальность. Вы, наверное, как депутат к этому отношению уже не имеете. Вы знаете, это высказались областные руководители, которые, ну, так же кулуарно, это пока нет политического решения, я фамилию эту не озвучиваю, но эта фигура однозначно имеет поддерживаться. Мало того, вот сегодня ситуация в Городской Думе создалась такая, что у нас нет вот этого политиканства, то есть разделения на фракции. Там справедливость, ЛДПР, коммунисты, коммунисты России или Единая Россия. Надо отдать должность, что нынешнее руководство Городской Думы, там, Елена Васильевна, там, Рябов Алексей Николаевич, Востриков, Слава Владимирович, мы не растаскиваем, мы выступаем единым фронтом. Если есть спорные вопросы, а их очень много, мы пытаемся, вот знаете, вот дотрясти до консенсуса. Владимир Владимирович, я предлагаю прерваться, у нас реклама, и мы вернемся, еще один вопросик прокуприть я вам задам. Хорошо. Возвращаемся в студию. Это особое мнение Владимира Журавлева, депутата Городской Думы. Обсуждали куприть до перерыва, обещала задать последний вопрос. Владимир Вениаминович, нет ли у вас опасений, что при переходе куприта регионального нашего оператора в собственность области, но через какое-то время частные собственники, частные акционеры будут выведены из числа. Знаете, как ситуация может сложиться? Действительно, 35% принадлежит частникам. Весь вопрос в том, что если он останется, основной упор будет как регионального оператора, то его доходность уже не будет таковой. И вполне возможно, в связи с тем, что... А у него есть еще какая-то возможность еще кем-то стать? Нет, он региональный оператор, это человек, который создает правила игры в полигонах, его значат вкладывать больше, находить средства. А вот куприт был там до регионального оператора, это как раз узко такая направленная, чистая хозяйственная деятельность, утилизация промышленных отходов, это такая деятельность неплохая, рентабельная, в отличие от сбора мусора граждан. И он приносил прибыль. Сегодня его методика, вот эта функция меняется кардинально, и он не будет таким прибыльным и интересным для частного инвестора. Но я разговаривал с представителями правительства области, они заявили, что сегодня у нас не планируется ни в этом году, может быть, ни в следующем выкуп этих акций. Поэтому и 35%, ну это такое номинальное, да. Поэтому кто захочет купить эти акции, есть тоже сомнения. Наверное, только это интересно правительство области, и этот вопрос будет решаться в будущем. Ну, то есть ближайшие два года мы этого не ждем, наверное. Ну, этот будет и следующий 100%, чтобы формируется бюджет на 2020 год. А в дальнейшем я не знаю. Но это не будет высокой ценой. Конечно, частные инвесторы, наверное, в некоторой степени, с переходом на регионального оператора, немножко попали. Но это риски бизнеса. Кстати, они же хотели выкупить свое время в декабре 2017 года, и уже в приватизацию, они же хотели выкупить эти 64% у города. Притом были настроены на сумму где-то порядка 100 миллионов, эту же сумму. Хорошо, давайте к другой теме перейдем, потому что времени у нас остается 8 минут. Тема эта не очень освещается в СМИ, ее так как-то не принято о ней обсуждать. Но, тем не менее, этот вопрос вы обсуждали, точнее, не вы, а просто обсуждали на комиссии по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры. Для вас комиссия непрофильная, но, тем не менее, я надеюсь, что вы, может быть, как-то мне ответите на некоторые вопросы. Я тогда слушателям поясню. Значит, в городе действуют 11 городских кладбищ, 11 общественных кладбищ. Содержанием расположены они в наших четырех районах. Значит, содержанием в Октябрьском и Первомайском районе это занимаются частные подрядчики, как я понимаю. В Нововятском и Ленинском обслуживает управление дорожной и парковой инфраструктуры. Во-первых, со слов исполняющего обязанности начальника Департамента дорожного хозяйства Дмитрия Печенкина, сейчас идет работа по постановке территории кладбищ на кадастровый учет. Но мы же с вами понимаем, что кладбища были созданы не вчера, не 10 и даже не 20 лет назад. Почему работа эта производится только сейчас? Вы знаете, у нас администрация города называется «Позднее зажигание». Они тормозят. У меня претензии еще в 2013 году мы поднимали вопрос. Вопрос. Необходимость была актуальна. Мы с 2013 года даем поручение администрации города сделать это в течение года. Поэтому виноватым являются господин Драный. И в тот момент как раз занималась УДМС, управлением госпожа Вознесенская, которая еще зам Министерства имущественных отношений находится. Они ничего не сделали. Почему? Потом пошли на повышение. Но это их надо спросить. Второй вопрос у господина Перескокова. В 2015 году это возникало снова. Вопрос давались указания. До сих пор эти работы не сделаны. Но вот у нас такие чиновники. Вы знаете, а мы это все терпим. Это нужно было сделать в 2013-2014 году. А почему это не делалось еще раньше? Хотите, скажу. Возможно, это кому-то выгодно. Ну, я знаю, что там у господина Перескокова есть определенный вопрос. У меня как у депутата к нему по этой деятельности. Кто там занимается из частных фирм на этой территории. Возможно, какое-то было такое определенное влияние. И вот четкое определение границ было кому-то невыгодно. Я так делаю предположение. Потому что другого объяснения логичного я не дохожу. Если спросить, а в чем выгода? Выгода? Ну, во-первых, смотрите, когда границы кладбища не определены, то мы можем просто идти, идти, идти. И таким образом, например, делать захоронение каким-то там образом. Ну, нерегламентированным. Пусть в рамках кладбища, но эта земля там, по словам говоря, муниципальна. Ему говорят, слушай, хорони. И вы же знаете, территория всегда, кладбища, она не одинаковая. Где-то более высокие места, где-то более низкие, где-то более удачные, более красивые. Тут, возможно, с чем-то варьировать. Поэтому другого объяснения логичного я не нахожу. Сегодняшнее межевание территории, которое происходит, и которое уже проведено, я так понимаю, по части территории, оно происходит вот в тех границах, которые уже сейчас есть, или оно закладывает какую-то возможность расширения? Ну, конечно же, нужно рассматривать. Вообще, нужно делать прогнозирование. Возможно, делать проект, просчеты, да. То есть, ну, мы примерно знаем, сколько у нас, словно говоря, в месяц людей уходит в иной мир. Сколько нам необходимо знать пропорции. У нас есть некоторые кладбища, которые фактически закрыты для захоронений, да. Но я знаю, что там по указанию главы администрации под захоронения они происходят, да. Ну, там назвать... Это называется ограниченное захоронение. Это ограниченное, но я так-то считаю, что там, ну, может быть, не обязательно деньги, но какие-то вот такие связи используются, но это коррупционные какие-то вещи, да. Поэтому попробовать расширить границы, это необходимо. Ну, наверное, для нашего города, в принципе, актуально, о чем говорят, это и наличие, и задача власти инициировать процесс, возможно, частных кладбищ каких-то, да, строительства. Возможно, и крематория, о чем говорят уже там многие там 10-15 лет, потому что, ну, во-первых, территория быть нужна реалистами. Территория города, она, ну, имеет свои ограничения. Мало того, раньше эти кладбища были на окраине города, сейчас они фактически, многие находятся в центре. Их дальнейшее развитие, оно ограничено. Ну, или, возможно, рассматривать вопрос об открытии нового муниципального кладбища, о чем мы тоже говорим уже 10 лет, пока к этому не подходят. Результаты налевые. Вот проблема у меня как депутата к исполнительной власти, они вообще не чешутся. Мало того, им все сходит с рук. Мало того, они уходят, получают какие-то награды, получают пенсии, доплаты к пенсиям, а фактически результата-то нет. Ну, то есть вопрос открытия нового кладбища пока не стоит. Он стоит актуально, но никто им не занимается, к сожалению. Ну, я имею в виду, что да, что пока им не занимаются. Конечно, никто не инициирует. Власть бездействует в этом вопросе. Второй момент, который в связи с этим хотела вас спросить. В социальных сетях очень много информации появляется по поводу захлопленности кладбищ. Очень много людей жалуются на то, что не вывозится мусор. Я так понимаю, что Куприд, в принципе, этим заниматься и не обязан, так как он не обязан вывозить строительный мусор или листов после субботников. Есть ли понимание, кто будет организовать содержание городских кладбищ в дальнейшем? Как это сейчас происходит? Как это будет происходить? Вы знаете, это опять же подход. Если кому-то будет поручено заняться проектом вот этого развития, изменение правил, нужно изменять правила пользования кладбищами, то есть требовать с этого, определить границы, возможно, там обнести забором, возможно, там решать вопрос, то есть есть захоронения, которые там сколько-то лет прошли, ну, надо смотреть, проверять, может быть, эту территорию снова готовить там, да, к этому. А кому-то будет это поручено? Ну, вот вопрос главе администрации, к сожалению, глава администрации, вот он, ну, непонятно. Ну, то есть какой-то отдельной структуры, которая этим будет заниматься, пока там не планируется организовывать, не планируется создавать. ДДХ, насколько я знаю, должен этим заниматься, но у них нет, возможно, времени, ты знаете, они заняты другими вещами. Мы понимаем, что в директорами ДДХ уже там третьим участником, у нас все приезжие люди, они приезжают, год ровно осваивают деньги на укладке тротуаров и дорог, пилят миллиард рублей и потом также уезжают. То есть в феврале месяце закрывают все акты. У меня, вот, складывается и у многих депутатов, у многих специалистов, экспертов, местных строителей их организации, такое мнение высказывается. Они просто приезжают зарабатывать деньги, а кладбище на кладбище не заработаешь денег, туда нужно вкладывать, да, то есть это затратная часть. Поэтому там толком больших денег не украдешь и, соответственно, это им неинтересно. Подождите, а сколько может решаться вопрос с содержанием? С содержанием? Ну, я считаю, надо просто нам ставить главу администрации местного человека, который бы здесь жил, который понимал эти вопросы, вот и все. И тогда можно ставить вопросы и делать. Ну, как быть, вот они сейчас не содержатся туприт, мусорные выводы. Нам нужно, чтобы директор ДДХ был нашим человеком, а не человеком, который здесь занимается освоением федеральных вот этих больших, огромных денег. Сотен миллионов рублей. Вот в этом вопросе. Тогда деньги найдутся и все остальное. А какую-то организацию профильную не будет создана? Именно как подрядчик? Вы знаете, это все отдано ДДХ, в принципе, создано, отдано правильно, потому что там происходит экономия денег от строительства этих же федеральных, от строительства дорог, там тротуаров, эти деньги можно спокойно перенаправить на ремонт кладбища. Но весь вопрос на кладбище зарабатывать-то очень сложно. Ну, смотрите, нашлись же два частных подрядчика, которые обслуживают вот кладбище в двух районах города, о которых мы сегодня говорили. Во-первых, кто эти люди, что это за организации, есть ли куда людям обращаться, и как у них происходит вся эта работа? Ну, я думаю, что с этими фирмами, с людьми сталкиваются все люди, которые вынуждены, условно говоря, хоронить. Мы знаем, что там все услуги по погребению считаются, условно говоря, там, ну, муниципальные кладбища, они неоплачиваемые, но копка могил, она является платной. Вот за счет этого, условно говоря, вот эти небольшие фирмы, они и существуют, частные подрядчики, да? Вот. Там норм каких-то как таковых не существует, как договоритесь с заказчиками. Но контроль за функцией вот приборки кладбища, ну, значит, соответственно, может быть, он не совсем правильный. Там вообще очень много таких для меня непонятных темных серых схем. Давайте вот создадим правила пользования кладбищем, о чем мы говорим с 13-го года. Вот. Давайте. Где все будет понятно, и это сегодня-то нет прозрачности, поэтому и столько вопросов. Хорошо, спасибо. Я на этом предлагаю закончить. У нас время подошло к концу. Я благодарю нашего гостя. Сегодня свое особое мнение высказывал депутат Кировской городской думы Владимир Журавлев. Спасибо и слушателям. Занимайте активную гражданскую позицию. Не давайте власти спокойно жить, иначе все будет обрастать болотом. До свидания. Всего доброго. Особое мнение на 101FM